всем привет вы на канале 3 to play с вами я кристина и алексей и сегодня у нас необычная подборка кастом контента потому что она совмещена с роликом по строительству сегодня мы строим квартиру силе лофт я не говорю что мы строим лофт потому что это не будет а как собственно эта подборка будет выглядеть сейчас подробнее вам покажем будут появляться вот такие вот титры с номером названием предмета из доп контента который вы видите на экране и на маленьких картиночках будет показано то есть что это один предмет подборка предметов то есть вы можете проходить по ссылочкам в описании в сисе листе который будет добавлен под этим видео и смотреть скачивать то что вам интересно весь контент дополнительный рабочий хотя он и отнюдь уже не свеж он уже есть и такой древненький там но рабочий я знаю просто что многие побаиваются скачивают старый топ контент потому что боятся что он уже сломан и испортит свою игру после обновлений да вообще это как бы нормально что но тот контент который вот у нас в эти сети он рабочий он ничего не портит то есть у меня все работает крайне мере на момент съемки этого все было после обновления лофт все работает хочется рассказать немножечко о самом стиле лофт что это вообще за такой стиль еще не выйдет да этот стиль зародился во времена великой депрессии в нью-йорке на манхэттене и этот стиль считался стилем бедные богемы потому что когда стали вперед депрессии разоряться фабрики заводы какие-то там мануфактуры и что там было еще я не знаю у них вот эти вот музыканты художники стали селиться в этих местах то есть они стали арендовать эти фабрики да в общем владельцы мануфактур сталь ну потому что да это стали сдавать свои помещения потому что вообще разорялись но это уже лири да да и заселялись бедные художники не заселялись они туда не только потому что это было дешево но и потому что лофта скажем так лофтовые вот эти пространства фабричные отличались тем что потолки были высокие окна были огромные света было много и для творчества это конечно очень важно а какое-то отсутствие какого-то там комфорта и в общем то это было все равно и декорировалась это все чем угодно большому счету зонировалась это перегородками потому что для лофтов характерно отсутствие стен или какой-то мебелью шерпами разграничиваясь пространство то есть как-то вот максимально должно было быть максимально максимальное количество воздуха помещений вот мы пытались здесь создать это самое максимальное количество воздуха и по минимуму захламлять само вот это пространство в середине помимо этого для данного стиля характера выбирающие трубы всевозможные то есть неестественная вещь которую мы обычно не видим допустим всевозможные там краны люки вентили которые могут выпирать из стен то есть это пережитки вот тогда обречены все что можно могло быть на заводе например то есть она и было то есть вот бывает добавляет не какие элементы дизайн квартир вот а еще что тут можно сказать что кирпич покрытие стен кирпич бетон это вот то что считается нормальным для лофта да еще могут быть какие-то деревянные панели ну естественно у нас в россии стиль лофт часто путают другим стилем с industrial то есть и вот то что у нас это даже скорее наверно больше ближе к industrial чем лофт потому что ну здесь явно какие-то огрызешные короткие стены и не скажу что прямо огромное количество света там гигантские окна особенно вот здесь расторный тоже особенно здесь на втором этаже но это в стиле лофт да мы не претендуем по мотивам опять же что еще можно сказать что не было тканей не было ткани в интерьере на окнах то есть хлопок какой-то мешковина дешевое что-то никаких там естественно тюлевых занавесочек никаких там цветочков и дорогих не быть вообще не могу приветствовала живопись настена и растения естественно они освежали все это на растение тоже очень классно в лофтах осмотрелись потому что тут кирпича него как бы разбавляют и становится поживее поэтому естественно мы тоже напихали в наш так называемый лофт максимальное количество всяких разных растений чтобы как это называется скажи пожалуйста фотосинтез когда кислород вырабатывают растения да вот чтобы фотосинтез происходил квартире жили хорошо и было и дышать привольно прости нас а тем самым мы проговорились то что квартира предотвращаясь для дженнифер лопес наших проектов потому что кстати вы не смотрели проект дженнифер лопес можете посмотреть да это большой брат и холостяк ситуация какая то что ее выселяют из ее коммуналки да за я не буду говорить за что мы сами догадались и происходит такая ситуация то что программа доступное жилье в sims 4 и мы подсуетились и вот-вот подобрали квартиру для джи его вот ну на самом деле мы рассчитывали что мы будем дальше снимать проект холостяк дженнифер мы не думали что она вылетит и напорит конечно так как у нас в следующих сериях ожидается визит к девушкам дома да или возможно так по-другому обыграем но мы рассчитывали что может быть в эту квартиру от дженнифер пригласит холостяка и здесь вот какая то может быть тусовка но но не сложились тусовка отменяется сейчас можно наблюдать кухню на экране и и пока можно наблюдать потому что я ее изначально построила на том же самом месте где она была здесь вот в этой квартире базово но потом казалось что это неинтересное решение когда ты строишь кухню там же что надо было что да надо все переградит надо все переградит нереальная жизнь здесь санузел не нужно перестроил перестраивать сходить с ума по этому поводу поэтому там где влепил мойку там будет мойка и пока вот это все я еще не сделала хочу сказать мнение свое о комплекте я уже сказала его нет нет что а что вы что я думаю что я думаю что все будут согласны с тем что я скажу сейчас а может комплект этот какашный почему потому что кастом контента на самом деле на эту тему просто в разы больше его огромное количество можно настроить этих лофтов просто кучу а зачем мы покупаем собственно наборы у разработчика для того чтобы отказаться от части кастом контент который ломает нашу игру до который много весит так вот что я хочу сказать приобретя этот набор я не могу отказаться от кастом контента нет к сожалению и еще раз нет ты и и рыбку съела и на стул все потому что там реально на самом деле ничего на мой взгляд нету там это одна сиротская кровать которая там наверху у нас стоит тут входит комплект да из того что я разместила в нашей квартире потом будет размещен диван с креслами здесь в холле будет стать кресло вот это все из этого замечательного комплекта и что еще я даже честно говоря щас на скидку не соображу потому что в комплект входила труба с вентилем и ладно бы она растягивалась до потолка как колонна да но нет они не сделали этой трубе возможность растягиваться и такая труба получается не туда не сюда и и даже не знаешь куда воткнуть вот и труба потолочные еще потолок такие но они всего двух двух разных форм и тоже я вот крутила вертела эти трубы думала может быть здесь сделать но в итоге сделала теми которые уже были до этого в игре мне кажется получилось не хуже но в принципе драться на мой взгляд этот набор не стоит своих 399 даже рублей но последнее время макс если честно очень как-то чудес то я молчу про вот это вот обновление старых дополнений когда ломается игра все лагает но они сейчас сделали это хорошо просто вопрос том почему они сделали это сейчас ведь люди заплатили за набор деньги гораздо раньше и хотелось бы сразу получать готовые продукты а не полуфабрикат ну так я за те же я нам и я наблюдаю и напомню что это же электроник артс издателью что ребят нуждит электроник артс это как и не знают люди которые высасывают деньги пылесосом как бы это нормально для них не прощите внимание купили их не купили ну значит а кстати говоря насчет не купили все пока я помню я потом еще к разговору к этому группе вернусь но сейчас я хочу сказать что в нашей группе проходит сейчас он курс можно выиграть комплект этот industrial loft в нашей группе если вы еще не вступили в нашу группу вконтакте сейчас самое время в нее вступить и принять в этом конкурсе участие если вы еще при этом подпишись на наш канал то вам будет плюсик в карму это точно и много-много котиков или собачек мы кого любите много-много котиков или собачек наших что-ли предлагаешь вот кстати я вернулась тут к нормальной планировке уже вот так которая в конечном итоге будет в этой квартире вот я долго не знала что мне сделать с этим окном потому что всем с нельзя нельзя обжаловать окно и заложить с 4 в общем нам отказали перепланировки я решила что мы пойдем путем революции я просто залепила окно телевизором в принципе вышло неплохо лагер последний этаж со снижал снегу на кстати именно последний предпоследний но вышло неплохо муж ручер здесь у нас такая получилась зона для отдыха так совмещенная с кухней зон для отдыха или коктейльная зона я даже не знаю я забыла джейфер барную стойку поставить что же мы будем делать поставим ее на балконе то что мне такой набор разных бутылочек ты не нужна бар я думаю барная стойка и не нужно она будет просто брать бутылку и пить так и нормально бутылочек цветных у нее действительно много и будет нормально еще хочется поговорить по изменениям на учебный год на нашем канале для тех кому это интересно сейчас все расскажем дело в том что начался учебный год вы догадались мы конечно школу давно закончили но кое-кто кое-кто из нашей семьи все еще посещать не будем показывать партию и к нашему ужасу мы в это вовлечены по полной и поэтому нас нет возможности сейчас прям так работать над контентом как мы делали это летом поэтому конечно видео будет меньше на канале я думаю что какие-то длинные видео будут заменяться короткими но пасим с как уходил два видео в неделю сто процентов скорее всего будет выходить ну а третья я конечно загадывать пока боюсь потому что у нас еще погибли с раишу и проекты закрой нужно двести а вот здесь вот какое интересное решение здесь такой чуланчик чуланчик даст весельками но весельки почему бы нет я допускаю что весельки могли быть там где-то в каких-то богемных интерьеры чем бы и нет чтобы не бросалось там это все в глаза вот и даже картины поставила как художник увидишь нищему все что это от души владельцев осталось сложили все в кладовочек подойти то есть мы рарит ради доступно жилья для джилла выселили ужасные люди вообще картины там хашка повесить стернутыми фигурами ужасно как мы могли как мы могли совести на сне а мне кажется инструменту но это ее все таки инструментом лопата это она это она привезла от мамы это как раз таки детали в стиле лофт как раз таки это вот то что было разбросано здесь фабричного собрали все композицию разместили носи если бы я не знал джейло я подумал но поверь это ее инструменты я-то знаю на самом деле я до сих пор расстроена что джилла у нас не прошла финал я так рассчитывала что мы в этой квартире будем играть что она нам пригодится и когда мы поняли что она нам не пригодится мы решили что очень интересным решением будет эту квартиру я сейчас хотел кого-то другого поселить мы можем прописали джиллу туда поэтому уже не получится нет уже ничего не получится конечно но я бы сейчас другого то мысли кого-нибудь другого неважно ты не хочешь чтобы джиллу жила в квартире я думаю ничего хочу сказать еще вот что друзья пишите пожалуйста в комментариях ваше мнение какие бы проекты вы хотели вот после холостяка естественно максимально быстрее увидеть на нашем канале закрытыми чтобы мы делали на них акцент потому что проектов много мы за лето на открывали а сейчас столько на открывали что даже ничего нового начать не можем получается что мы сами себя загнали в такую непростую ситуацию теперь будем с ней разбираться вот поэтому пишите чтобы мы не тратили вашей да и наше время впустую на что вам ведь хотелось посмотреть побольше мы-то да из того что у нас уже есть и насчет группы я возвращаюсь групп вконтакте опять же кто не вступал вступайте там много интересного есть кассы подборки подборки там самого разного контента мощь серьезно девочка мы работаем над группой недавно у нас был наш первый маленький юбилей 500 подписчиков это было очень круто всех благодарим за то что им большое и поддержали нас потому что для нас то очень важно вот объединиться и что такое делать вместе это очень 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 классно да вы сужен ребят пишите в комментариях как вам эта квартира в целом потому что сейчас как только закончится стройка начнется рум-туру естественно мы к тому времени уже перестанем болтать и попрощаемся до этого чтобы да вы могли комфортно посмотреть эту всю историю вот для нас это первый подобный опыт монтаже вот такого рода то есть да с постройки конечно видео ролики у нас какие-то были но вот так я конечно еще не заморачивалась то есть это что-то новенькое если вам понравится формат такой когда совмещено пишите что думаете об честь сама квартира вам понравится и может быть также в нашей группе потом как бы ссылочку предоставить в описании на группу и там в группе у нас сейчас подробнее на этом мы остановимся чуть чуть попозже как скачать в группе квартиру я расскажу обязательно как вам формат когда совмещена стройка с раздачей потому что я не видела такого может быть и у кого-то есть такой формат может быть кто-то знает канала которые делают так пишите скажите мне название этих каналов напишите пожалуйста я бы хотела посмотреть вообще как это делают другие люди мне интересно потому что ну я ничего подобного не встречал захотелось что-то такое попробовать кстати терраса у нас это декорированы без кастом контента здесь вообще никакого кастом контента в принципе нет потому что ну а что здесь вообще может быть такое кстати очень крутой вид на самом деле я бы хотела вот на такой террасе сидеть пить кофе у так давайте он проще переживаем на манхэттен мы переживаем на манхэттен к джиллу а джилл приезжает к нам вот собственно подробнее о том как же можно скачать в группе где это искать вот пожалуйста альбом строительство с кастом контентом и вот же наш репостик где нужно делать вот же наш конкурс вот а теперь на этом я думаю что мы закончим всем спасибо за просмотр оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал и всем все хорошие всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok